Возникла инициатива здесь уже, на материковой части Украины, легализовать, согласно законодательству Украины, общественную организацию, которая будет заниматься правозащитной деятельностью. Но мы назвали уже не Комитет по защите прав правоскоптарского народа, но расширили само понятие, это Кромоскоптарский ресурсный центр. И почему мы так назвали? Потому что кроме правозащитной деятельности Кромоскоптарский ресурсный центр занимается еще двумя направлениями. Одно из направлений — это поддержка любой инициативы, связанная с Крымом, крымскими татарами. Второе направление, которое очень важно на наш взгляд, — это нормотворческое и законотворческое деятельность. Кромоскоптарский ресурсный центр тесно сотрудничает с Межрисовым Кромоскоптарского народа. И одна из задач Кромоскоптарского ресурсного центра — способствовать и помогать в работе Межрисовым Кромоскоптарского народа. Мы как раз хотим показать одно из направлений нашей работы. Это в данном случае брошюры о политических заключенных Крыма. И вы видите это и на экране. И я вам покажу сами брошюрки. Вы можете их получить, они там сложены у нас. Эти брошюрки мы в данный момент выпустили на английском и на русском языках. Сейчас готовится такая же брошюрка на турецком языке. В настоящее время по нашим материалам, по нашим данным, насчитывается 24 политзаключенных, 16 без вести пропавших. Я говорю без вести. И мы как раз таки вторую нашу брошюрку — это пропавшие без вести и погибшие. Мы поместили в одну брошюрку, но мы их четко разделяем, потому что исчезали люди и в 2014 году, в начале процессов оккупации, но некоторым из них посчастливилось оказаться, остаться живыми. В данном случае мы больше делаем акцент на тех, о которых неизвестно. Судьба которых неизвестна после того, как они пропали. Пока.